Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вдохновение Святой Земли». И сегодня за вдохновение мы отправимся с вами на улицы российских городов и деревень. Да-да, именно на ваших родных улицах мы увидим с вами подлинный древний символ России. Еще не догадались, наверное, о чем я говорю? Ну, тогда подскажу вам. Помните у Александра Сергеевича Пушкина? И, девясь, перед собой видит город он большой. Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Да, мы будем говорить с вами сегодня о наших русских маковках, о наших русских куполах. Сегодня можно видеть купола и на шоколадных обертках, и на логотипах компаний. Вот и наш телеканал «Союз» использовал русские луковички для своего фирменного знака. А знаете ли вы, откуда родом наши русские купола? Известно, что купола на Руси, вот именно такой формы луковичной, появились в XVI веке. Принято считать, что это наследие татаро-монгольского ига. Скажем так, заимствованная татарами деталь византийской архитектуры, которая прижилась на Руси. Правда, меня с детства смущал здесь один момент. Ведь татаро-монгольское игото мы, слава богу, свергли. Зачем же тогда так широко распространили по всей Руси их архитектуру? Другое объяснение вот этой формы луковичной можно найти у зодчих. Они говорят, что так удобно было из дерева создавать купол, крышу храма, сводя ее вот к такому острию в конце. Ну, есть еще масса всяких теорий, что это символ горящей свечи, например. Однако, самая убедительная, на мой взгляд, теория и интересная была предложена известным российским ученым, замечательным искусствоведом, профессором Лидовым. И вот об этом я хочу вам сегодня немножко рассказать. Действительно, храмы с куполами луковичной формы на Руси не встречаются до XVI века. Однако, с XI века получает распространение такой очень интересный предмет церковного обихода, который называется дарохранительница или по-другому сион, или еще одно название Иерусалим. Дарохранительницы представляют собой, как вы наверняка знаете, видели наверняка в родном храме, такой макет небольшой храмика. Как правило, делают его из серебра, иногда из золота. И увенчан он обязательно куполочком. И вот дарохранительницы, если мы проследим с XI века, начиная до XVI, все как будто делаются по одному макету. Это такой прямоугольной формы храм с такими характерными сводами. И увенчан он совершенно ярко выраженной формы луковичным куполом. Для примера мы можем взять с вами два знаменитых сиона из Успенского собора Московского Кремля. Они были изготовлены в XV веке, то есть еще до появления луковичных куполов на Руси, по византийскому образцу. И вот ученые сходятся к тому, что эти сионы и многие другие, точь-в-точь на них похожие, являются ничем иным, как макетом храма Гроба Господня, а вернее часовней Гроба Господня. Дело все в том, что как раз-таки в начале XI века, если быть точными, в 1009 году, император Константин Мономах отремонтировал, отреставрировал Кувуклюю, то есть часовню, которая покрывает собой храм Гроба Господня. Надо вам сказать, что сам храм, построенный в IV веке императором Константином, не один раз разрушался и перестраивался. В VII веке от персов он очень значительно пострадал. И вот после разрушения, нанесенного султаном Бейбарсом, император Константин Мономах не просто отреставрировал, а фактически построил заново часовню Гроба Господня. И увенчал ее не обычным византийским шатровым куполом, а именно вот такой вот луковкой, которую мы с вами теперь и видим на всех наших храмах. Интересно было бы представить себе, о какой была крыша часовни Гроба Господня до этого. Единственный предмет искусства церковного, который проливает свет хоть немного на этот вопрос, это знаменитый реликварий, хранящийся в городе Аахине. Это тоже дарохранительница, только изготовлена она была в X веке, то есть еще до ремонта Кувуклии, и привезена Вахин из Византии. Мы не знаем, при каких обстоятельствах, кому она была точно подарена. И вот если вы посмотрите на фотографию, которая сейчас на ваших экранах, то опять же увидите купол. Не столь заостренный кверху, но купольная форма крыши. То есть часовня Гроба Господня всегда была увенчана вот таким характерным очень куполом, который потом будет принят на Руси. Как выглядела часовня сразу после реконструкции Константина Мономаха, мы с вами можем знать только по литографиям, по рисункам и по каким-то паломническим сувенирам древним, которые сохранились с того времени, потому что в XII веке пришли крестоносцы, и крестоносцы снова ремонтировали Кувуклию. Однако купол они оставили и покрыли его пластинами серебра для того, чтобы он сверкал, выглядел более нарядно. И вот изображение этого купола есть во знаменитой псалтыре королевы Мелисента. Мелисента строила вообще храм Гроба Господня. Она родилась, кстати, в Иерусалиме. Она поддерживала очень монастырь Святого Саввия Священного. То есть личность такая в истории известная добрыми делами. И вот в своей псалтирии она имела изображение Гроба Господня, вернее, часовни над ним. Вот посмотрите сейчас опять же на ваших экранах голубой куполочек с такими характерными полосочками на нем, бледно-голубыми. Это и есть вот эти серебристые чешуйки, которыми был украшен купол. Ну и, наконец, те из вас, кто бывали у Гроба Господня, сразу скажут, но ведь и сейчас часовня выглядит практически так же. Да, совершенно верно. В основном, в основных своих очертаниях, и вот купольная крыша, и сами стены часовни – это действительно так и есть XI век, постройка Константина Мономаха. И вот как рассказывает нам Лидов в XVI веке, Борис Годунов вводит повсеместно на Руси купола на храмах. И именно вот такой точно формы, как в храме Гроба Господня. Знаем мы, что у Бориса Годунова была идея возвышения Москвы и идея придания Москве нового статуса, статуса нового Иерусалима. И думается, что действительно, как нельзя лучше, подходила вот эта архитектурная идея к идее духовной, которую Борис Годунов имел, ну или политической идее. Дело все в том, что сама часовня Гроба Господня воспринимается некоторыми богословами, как воплощение небесного Иерусалима на земле. И таким образом, постройка храмов, у которых такая же крыша или такая же архитектурная деталь на крыше присутствует, это, конечно, явная совершенно такая вот иконографическая, можно сказать, идея соединить Москву и Иерусалим через вот этот образ купола. И не только Москву, но и все Российское царство. Таким образом, когда приходим мы с вами в любой наш православный русский храм, мы можем смело сказать, что иконографично он соединен с храмом Гроба Господня и является, скажем так, малым его образом. Ну вот, это было наше с вами сегодняшнее вдохновение Святой Земли. Я желаю вам Божьего вдохновения во всех ваших делах и начинаниях. И прощаюсь с вами. До скорой встречи в эфире телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова